В ближайшие несколько минут все то, что не озвучит пропаганда и в чем никогда не признаются чиновники. Это Маланка регионной новости, забытых нелегитимной властью уголков нашей страны. Здравствуйте. Нагродный азот началась повальная эпидемия омикрона. За последние сутки на предприятии коронавирусом заразилось 106 человек, причем за день до этого было инфицировано еще 80. Такой же прогрессии растут и заболевшие ОРВИ, хотя все мы знаем, что именно этот диагноз обычно ставят, чтобы не портить статистику по распространению COVID-19. В данный момент на предприятии почти 500 человек находятся на больничном, а это около 7% всех сотрудников завода. Цифры ежедневно публикует корпоративное издание «Гродненский химик», что само по себе удивительно. Напомним, что даже по официальным данным новая волна коронавируса бьет все рекорды заражаемости, толком не успев начаться. Но ни ситуация на заводе, ни ситуация в целом по стране не способна остановить идеологов, которые готовы проводить диалоговые площадки по обсуждению Конституции при любой погоде. Кстати, на фото, которое опубликовало все то же корпоративное издание, попал один очень интересный элемент. За скучающими участниками диалога болтается повешенная кукла в человеческий рост. А это наводит на мысль, что обсуждение референдума проходит с применением устрашений, а саму инсталляцию подготовил никто иной, как сам председатель комиссии по возвращении бежавших Гриша Озаренок. Реальный размер назначенных пенсий в Витебской области упал на несколько процентов только за прошлый год. Этот показатель должен отражать покупательскую способность пенсионеров с учетом изменения цен на потребительские товары и услуги. Рассчитывается он путем деления индекса среднего размера назначенных пенсий на индекс потребительских цен за один и тот же временной период в разные годы. Так вот, за 2021 год падение реального размера назначенных пенсий составило более трех процентов. Согласно официальным данным Министерства труда и социальной защиты в декабре прошлого года пожилые люди в среднем получали 507 рублей 10 копеек, а это меньше на один процент даже в сравнении с предыдущим месяцем того же года. Хотя если смотреть на саму полученную на руки сумму, то она, конечно же, выросла. Правда, на эти деньги теперь можно купить намного меньше продуктов или лекарств. Кстати, в марте в Беларуси обещают очередной рост пенсионных выплат, причем речь идет о целых 6%. Вопрос лишь в том, не сожрет ли опять эти примерно 30 дополнительных рублей инфляция, особенно учитывая угрозу войны и предстоящий референдум. На Дзержинском экспериментально-механическом заводе сотрудников готовят к поглощению российской культуры и победобесием. По непонятной причине и без объявлений войны на предприятие приехала культурная программа из песен и плясок ряженых в костюмы соседних морячков и казачков. Все это происходило, естественно, под баяной на красной-зеленой сцене с вдохновляющими надписями про референдум. Говорят, что дальше артисты, несущие восточные скрепы в заводские массы, посетят Бобруйска, Сиповичи, Жодино, Клёск, Барановичи, Гродно, Волковыск и Брест. Спонсорами веселья выступает рабочий холдинг «Белавтомасс», у которого, видимо, есть на это лишние деньги. Не спасает рабочих от самодеятельности в цехах и нахлынувшая волна коронавируса. Гомеле, например, очередное наступление болезни не остановило активистов Белой Руси от проведения встречи ветеранов трудозавода «Гомсельмаш» и диалоговой площадки среди людей с ослабленным здоровьем. По традиции, на этих мероприятиях системные функционеры полностью игнорировали социальное дистанцирование и защиту дыхательных путей. Как думаете, как скоро предприятия страны остановятся из-за болезни большинства рабочих? Пишите в комментариях под этим видео. Крепкие хозяйственники превращают дороги в танкодром даже без участия тяжелой техники и боевых действий. В Гомеле, например, посчитали, что зима на и лучшее время для ремонта. И на улице Кирова начали укладку асфальта. Слегка улыбаясь своей расторопности, коммунальщики мажут скрепляющей смолой снежно-грязевую кашу и не дают никаких гарантий на устойчивость покрытия к морозам. А вот жители Борисова поделились фотографиями дороги к роддому на улице Инкубаторной. По их словам, люди уже не раз обращали внимание местных властей на эту проблему, но ситуация не меняется. Говорят, что будущим мамам, которые перенашивают свой срок, предлагают просто покататься по дороге туда-сюда. Эффект гарантирует, да и больница рядом. А вот так выглядят будни жителей Докшиз, где службы ЖКХ должны чистить дороги общего пользования. Центр города, конечно, чистят, но до него еще и добраться надо. Если бы не проезжающие мимо водители, которые активно помогают застрявшим, город давно уже превратился бы в одну большую пробку. А проблема на самом деле в том, что надо вовремя платить дорожный налог, а еще лучше взять шуфель и почистить дороги самому. Ну а дырки на асфальте все равно лучше, чем в Украине. Смотрите новости региона в социальных сетях YouTube Маланки каждый будний день. Кстати, мы есть и во всех популярных социальных сетях и мессенджерах. Так что подписывайтесь и следите за событиями в удобном для вас формате. Ну а если вам есть чем поделиться, пишите в наш счет-бот, адрес которого вы сейчас видите на своем экране. До встречи завтра и Жыве Беларусь!